Приветствую вас на канале Райвика. Самый простой, легкий и вкусный бабушкин пирог. Прямо сейчас приготовим. Готовится проще простого. Буквально в течение 30-40 минут у вас будет уже вкусняшка на столе. Погнали готовить! Прежде чем начнем сам процесс, прямо сейчас, если вам нравится это видео, можете нажать на кнопку спасибо. Нам будет приятно, с большим настроением и будем готовить для вас. Берем 3 куриных яйца, отправляем их в какую-нибудь емкость, в которой будем готовить. С прошлого видео у нас остался один белок, я его тоже добавлю, не пропадать же добру. Кину сюда пакетик ванильного сахара 8 грамм и 150 грамм обычного белого сахара. Чтобы делать этот рецепт, надо еще одно видео посмотреть, сделать один рецепт, потом... Конечно, да, нужно следовать хронологии нашей. Миксером все перемешаю. Добавлю сюда 200 грамм йогурта. Обычный йогурт не сладкий, греческий. В Грецию можете не ехать, поищите у себя в магазине. Я думаю, фермеры готовят очень вкусный домашний йогурт. Поддерживайте местного производителя. Грека. Добавлю 100 грамм маргарина комнатной температуры. Можете добавить 120 миллилитров растительного масла, если нету маргарина. Снова все перемешаю. В 250 грамм муки добавлю 10 грамм разрыхлителя. Муку просеем в кашу-малашу. И снова все перемешаем. Можно, на самом деле, делайте венчиком. Можно миксером. Две минуты тесто готово. Теперь нам понадобится 350 грамм инжира. Это сколько? 2, 4, 6, 8... 8-9 штучек. Инжир у нас растет как сорняк на каждом дереве, поэтому это очень дешевая ягода, то есть фрукт. Если у вас инжир очень дорогой, можете использовать то, что у вас растет дешевая. Там ягода малина, черника, что-нибудь такое. И я инжирчик порежу на кубики. Сейчас жопки срежу. Смотрите, какой он в разрезе. Прикольный? Сладкий какой-то. Да, переспевший. Отрежу вдоль и на такие кубички, треугольнички. Берем прямоугольную какую-нибудь форму и выливаем тесто в форму. Ее нужно застелить пергаментной бумагой. Тесто такое, как на оладьи, густое. Прикольное. Разровняем. И теперь аккуратненько, вон так сверху кидаем инжирчик. Отправляю в разогретую духовку, 180 градусов, минут на 30, пока не испечется. Смотрите, какая красота испеклась. Чуть-чуть охолождаем. И предлагаю еще сверху посыпать сахарной пудрой. И будем резать на порционные кусочки. Такой снежок. И теперь режу на порционные такие большие кусочки. Страх-бах, и пирог уже готов к дегустации. Ну, я, как по нашей новой традиции, приглашаю дегустировать независимого эксперта. Встречайте, наш оператор Виктория. Привет. С маленького кусочка, с большого начица? А я хочу вот этот маленький. А я не хочу большой ломать, он красивый. А такой большой нормально, бери. Ну ладно, давай вот этот. Покажешь вот такой? Ага, как пахнет. Ну что? Проферкся? Да. Инжир очень вкусный. Тут именно инжир свою такую пикантную нотку добавляет. Нежный? Нежный, сладкий, красивый. Легко делается, быстро, все смешал и готово. Инжира нарвал он через дорогу. Что тебе делал в огород? Нет, без огорода. Почему? Классный, он такой мягенький. Мне нравится, смотри, как инжир выглядит. Классный пирог. Ну тут именно можно не инжир, все что угодно добавлять, любой фрукт. Очень вкусный. Причем легко делается. Все смешал, готово, сверху накидал там овощей, то есть фруктов и все, норм. Все, рекомендую. Кстати, а что вот это у тебя на плите? У меня? Ага. Что там на плите? Раз покажу. Я пельмени варю. Сама налепила. Так что, Вика у нас еще и пельмени готовит? Только пельмени, больше ничего не умею. И дегустировать умею. Умею есть очень хорошо. Ну что, скажи им тогда, чтобы они тоже готовили, подписывались. Готовьте с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте спасибо. И спасибо, что вы с нами. И до новых встреч, пока. Полный рот пирога. Классный, классный, вкусный. Давай, давай. Иди, покажись. А дай, Лёте, это что-то. Будет? Еще бы, я бы тоже не отказалась. Я не? Все. Вкусно, Лёте? Ох и вкусный, блин. Я сейчас наемся, и места не хватит для пельменей. Мне больше наставок. Вот он. Пока. Пока. У нас в этом году как будто... Урожай, да? Урожай, да? Урожай, как будто вишни, которые везде растут. Инжира много. Пойдем, пойдем. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой, крутись, крутись. А ну-ка, сейчас потащи. Перестань. Ага. Смотри, смотри. Тыковки, да, они не доспеют, мне кажется. Давай, гони, гони, гони. А что, тебе удобно тут, Лолош? Нормально? Главное, в горшке для кота мы там едим что-то вкусное, да? Как хорошо, как вкусно. О, да. Сюрприз. У вас сколько их тут. Обалдеть. А что там? Ой-ой-ой, ты заметила Лолошу? А что там? А что-то интересное, какие-то такие создания. Как смотрят на нас, это коза, да? Вот коза. Как красиво, Боржка. Красиво. Мы с всякой стороны живем. Боже, как красиво, да? Вот такие пучки. А там конная база. Ну, не видно, оно видно за кустами. Конная база у нас есть. А тут есть конная база и база коз, оказывается. Мы не знали. Мы не знали.